Да, вот по 15, ну, да, 15,90. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подписчики и случайно забрудшие сюда души. Вот фоновую музычку сменил, автор поистаялся, я простоту не нашел, но если по-авторски мне блокнут, может, пускай и будет. Сегодня я вам поведаю о том, как я провел один сентябрьский день уже в далеком и беззаботном 2020 году, когда не было таких трагически ужасных событий, а главной проблемой был ковид, тьфу, блять. Напоминания, путинку. Но все равно куда беззаботнее нынешней войны, когда волею судеб по работе меня закинуло в Каменец-Подольский район, и группа была этим не воспользоваться. Поэтому я взял себе выходной, проснулся в 5 утра, пошел цеплять бус на Каменец-Подольский, где в час дня меня уже ждал водитель в Блаблакал, который любезно за 75 гривен согласился меня подкинуть до Черновцов. Около 90 километров. Времечка у меня было маловато, чтобы посмотреть эти города, осмотреть там было на что, поэтому я летал с Тайлой. И за все дни, которые я пользуюсь шагомером, этот день до сих пор является моим лучшим результатом. Нагулять мне вышло около 66 тысячи шагов, что кратно 50 километров. Это было круто, что по городам Каменец-Подольский, город с населением 100 тысяч человек. Город можно поделить на две части, старый и новый. Новый фактически ничем не примечательен, да и время у меня особо не было расстаживать по нему. Но хочу отметить, что парк Небесной Сотни, наверное, лучший парк, что я видел, а старый город просто восхитителен. Черновцы. Образной центр с населением 165 тысяч человек, расположенный вблизи границы Румынии и Мордовы. Город до конца Первой мировой войны был частью Австро-Венгерской империи, что наложило немалый отпечаток на его архитектурном наследии. В городе определенно есть на что посмотреть, и, собственно, я и смотрел. Конечно, в основном центр голода. Он очень красивый, что бросилось в глаза, за день я не увидел ни одного дома выше 9 этажей. На обратку тачку набрабракала я себе найти не смог, и поэтому благополучно свалил на автобусе в полдесятого. Ну, надеюсь, это было кому-то интересным. Поскольку мой мобильник уже скоро разорвется от нехватки места, то при монтаже мне пришлось разбить это видео на пару частей. Спасибо за внимание, что ли. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok